Ситуация в мире непростая. Никого пугать не хочу. И, конечно, самый главный вопрос для нас сейчас – импортозамещение. Вот эти трудные, сложные времена, когда сжиманули Россию из-за одной нас, эта ситуация заставила нас головой думать и избавляться от импорта. Немало сделали. Мы очень активно сейчас настроились на Индию. Полтора миллиарда человек. Как я сказал вчера послу, что вы нас можете там в общий поезд зацепить, Беларусь в целом, и не заметите, что мы прицепились к вам. Но расширяем сотрудничество. Мы хотим выйти с Индией по сотрудничеству хотя бы на уровень Китая. Китай, Россия, Индия, Вьетнам, Индонезия, азиатские страны – мы спокойно можем работать. Надо выстоять. Трудности, сложности каждый должен заниматься своим делом, нам надо выдержать. Как я когда-то говорил, слушайте, за год-два обстановка будет совершенно иная. К сожалению, и в мире она изменится. Сейчас идет передел мира, но я вас уже предупреждал в начале пандемии. Коронавирус печатали много денег. Доллары печатали триллионами. А сегодня пошла бешеная инфляция со всех сторон. Конечно, и к нам она завозится. Если металл и каучук подорожал за пределами страны, естественно, и у нас подорожает тот продукт, из которого все это делаем. Поэтому инфляция внешне и нас захлестнула. Ну, мы так уперлись, стараемся эти цены, насколько это возможно, сдерживать, потому что и заморозить цены невозможно. Если мы заморозим цены на вашу шину, то завтра остановится белшина. Рентабельно не будет работать. Киномисты вам расскажут, и руководитель. Это невозможно. Но наживаться на ситуации никому не позволено. Ни частникам, ни государственным предприятиям. Поэтому вы должны четко понимать, что многое от нас не зависит. Мы этот рост цен завозим извне, потому что мы много покупаем сырья и материалов, ну и также экспортируем основную массу продукции. Ну и вот ответ на вопрос, с чего я смотрю эти два предприятия, именно Бобруйский. Бобруйск – крупный город, перспективный город. Мы будем развивать Бобруйск. Меньше будем там, вот я сегодня с этого начал разговор, строить там жилья в Минске. А будем ориентировать наших людей на такие города крупные, как Бобруйск, и более мелкие. Там надо создавать производство, и здесь надо закреплять людей, чтобы со всей страны люди потоком не хлынули в Минск. Поэтому мы будем немножко подстегивать наших строителей, руководителей, чтобы строили на местах и на тех условиях, как это принято в нас в стране. Я имею в виду с определенными льготами. Это не значит, что завтра всем по квартире. Но будем сюда больше ориентироваться, на такие города, как Бобруйск. Вижу, что проблем здесь достаточно в Бобруйске. Шевелиться надо прежде всего бобруйчанам. Будете шевелиться – будем помогать. Будете спустя рукава ходить по Бобруйску, бояться там где-то елку, сосну посадить или какой-то кустарник. Ну, никто вам помогать не будет. Поэтому начальники знают, что делать. Помогайте, действуйте. Там, где нужно помочь, значит, поможем. Пожалуйста, какие у вас ко мне есть вопросы. Беларусь уже привыкла жить под давлением со стороны стран Запада. Сейчас это давление и на нашу страну, и на Россию, на братскую Россию, еще усиливается. Просто немыслимо. Не так давно на одном из совещаний вы сказали, что трудности – не повод для паники. Скажите, пожалуйста, насколько все-таки наша экономика выдержит все эти барьеры, весь этот внешний прессинг? По поводу давления. Ну, знаете, давить можно там, где есть на что-то давить. Если бы вы не конкурировали с ними, не мешали американским, японским производителям, мы для них конкуренты, мы путаемся у них под ногами. Поэтому одна из причин давления на нас – права человека и прочее – это все выдумка, это лозунг. Они же не скажут, что мы вас душим, потому что вы производите шины. Это же смешно будет. Нет, там права человека, у вас там диктатура и прочее. Теперь вы видите, какие права человека у них. Пошел разговор в Америке, Джо Байден проигрывает следующие выборы, а хочет пойти. Трамп ввязался. Уже идет речь о том, чтобы Трампа вообще убрать с арены. Запретить ему участвовать. Слушайте, ну вы же нас упрекали в этом. Так мы не запрещали, не участвуйте. Но они хотели страну через выборы перевернуть. Вот вам права человека и свобода слова. Вы мешаете им. Если бы у нас ничего не было в стране, нас бы никто и не давил. Но мы высокотехнологичная, образованная нация. И мы способны конкурировать. И мы будем конкурировать. И для того, чтобы наша экономика выдержала, у нас есть все. Вы – люди есть, специалисты есть, руководители есть, власть есть. Не без грехов. Мы такие, как вы. Ну, может быть, мы должны чуть-чуть лучше быть, на полшага впереди быть. Не всегда, наверное, получается. Жизнь есть жизнь. Поэтому, прежде чем искать лучшего руководителя Белшины, губернатора, президента, в конце концов, вы так перед зеркалом иногда встаньте. Образно. И посмотрите на себя. И скажите, ну, не могут они быть другими, потому что пока что мы такие, общество наше такое. А выдержать мы выдержим. И не только потому, что некуда деваться, а потому что мы умеем. Но самое главное – земное. Мы сегодня востребованы. Мы подняли свое сельское хозяйство. Мы накормили людей своих. Я помню, первые свои годы президентства, по талонам же хлеб, пустые полки были. Сегодня главное, чтобы побольше денег было. Деньги у вас здесь. Продайте больше шин – получите больше денег. И самое главное – мы сегодня как никогда востребованы. Поэтому надо произвести. Есть проблемы. Есть какие-то проблемы. Нам мешают поставка сырья. Прохождением платежей тоже мешают. Но мы находим пути. С зерном возникла проблема. Поставки украинского зерна. Оказывается, самый дешевый путь через Беларусь. Но мы их раскусили быстро. Мы с Путиным обсуждали эту проблему. Я говорю, не переживай. Никакого там зерна столько нет, сколько они кричат. И дело не в зерне. Они хотят нас обвинить с тобой, что мы устроили мировой голод. Мы такие гиганты, что устроили в мире голод. Начали разбираться. Им просто надо было еще одну какую-то проблему мирового уровня повесить на нас. И африканцам, и азиатам сказать. Это они два диктатора вдвоем творят что? Когда мы сказали, пожалуйста, семь направлений везите. Спала тема. Темы нет. Вот он какой мир. Поэтому мы выдержим. Мы выдержим. Будут локальные проблемы. Мы их решим. Да, есть проблемы с поставкой калийных удобрений. Но в мире голод. Сегодня уже начинают потихоньку название. Вот давайте как-то. Я говорю, пожалуйста, приезжайте, берите. Ну и белкалий не загнется, будет работать. Может быть мы меньше продадим этих калийных удобрений в этом по объемам. Но цены взлетели. То есть мы обеспечим зарплатой свой коллектив и налоги они будут платить нормально. То есть в деньгах мы ничего не проиграем. Поэтому мы выстоим, выдержим. Мы не одни в этом мире. Этот диктат со стороны американцев и западников, он уже всем в горле. Он надоел. Поэтому мир начинает перестраиваться. Мир будет совершенно другим даже в течение двух лет. Поэтому вы не переживайте. Я когда-то с большой трибуны вам сказал. Я вас прошу, делайте каждое свое дело. Остальные проблемы мои. Поэтому делайте свое дело. Выдержим. Не переживайте. Спасибо. Добрый день. Мне задать вопрос по поводу нынешней ситуации в соседней Украине было бы неправильно. С начала российской военной специальной операции прошло уже более ста дней. Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Скажите, пожалуйста, можно ли уже говорить о каких-то прогнозах по поводу развития ситуации в Украине? И, пожалуй, самое главное, что волнует нас простых людей, у которых там очень много родных, близких, друзей, удастся ли нашим трем братским славянским народам, как и прежде, жить в дружбе и согласии? И почему Запад и США так нами интересуются? Что касается прогноза, никто не знает, подчеркиваю, никто не знает, чем там закончится. Даже я рискну сказать, никто не знает, как будет ситуация развиваться. Да, вы можете у меня спросить, ну как, ты же с Путиным там общаешься каждый день, в ближайшее время встретимся, поговорим по экономике, безопасности. Все только начинается. Это я вам на будущее просто, чтобы вы поняли. Все только начинается. То, что происходит в Украине, это начало. Это один из элементов крупных передела мира. Поэтому как будут развиваться события? Тяжелый случай. Тяжелый случай. Будут ломать, крошить. И знаете, трещать будут прежде всего небольшие и средние государства, такие как мы, Чехия, Австрия, Швейцария. Они никуда не денутся. Их тоже будут крошить. Мир будет другой. Россия сегодня привержена, это я точно знаю, переговорному процессу. Почему украинцы отказались разговаривать с россиянами? У нас начался этот диалог. Я был в него вовлечен. Зашиворот их сюда, можно сказать, притащил. Они ушли, почему американцы сказали, нет, переговорам не бывать. И там управляют англичане, американцы, через поляков во много. Те везде хотят подсуетиться и быть возле ноги хозяина и чего-то от этого получить. Мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. Я когда-то сказал, что украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали. Почему они себя так развязанно ведут? Американцы со спиной стоят, финансируют, деньги дают, вооружение. Сюда перебрасывают вооруженные силы. Мы это видим. Поэтому мне приходится и на Западе держать вооруженные силы. На ЧКУ. И на Юге. 10 подразделений выстрелил вдоль границы, за спиной пограничников, чтобы не влезли в Беларусь. А такие мысли были. Но для них важно, что касается Беларуси, нас втянуть в этот конфликт. Запад. Никогда Путин меня не просил, ты давай зайди, кого-то замочи в Украине и прочее. А вот они нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларуси и выстроить фронт от Питера, линия до Ростова. Чтобы не было белорусского этого балкона, как называют его. В 20-м году не получилось. Продолжают это делать другими методами. А у нас ситуация непростая. Нам надо не втянуться, не создать здесь войнушку. Нам война не нужна. И втянуться мы в это не можем. А как? Нам надо защитить этот кусок земли. Пока, слава Богу, удается. Для меня главное, я говорю, чтобы не влезть туда по уши в этот украинский конфликт, а сделать так, чтобы он быстрее закончился. Вы вчера заметили, в Киев приехали ведущие европейские лидеры. Шольц, Макрон, итальянский премьер-министр. В общем, приехали. Чего приехали? Пока еще непонятно. Но Европе война тоже не нужна. Но вы заметили, там не было поляка. Они же крутятся везде. Не было. Там не было англичанина. Там не было американца. Что это такое вопрос? Или Европа сама решила тут успокоиться, ситуацию и потушить этот пожар войны? Или же американцы дали команду, вы там поезжайте, поддержите украинцев, Зеленского и дайте оружие? Скорее всего, второе. Потому что сегодня уже президент Франции заявил, что мы будем поставлять оружие, самое современное в Украине и так далее. То есть вот там идет какая-то заварушка. В ближайшее время с президентом России обсудим, что там происходит. Поэтому никто не может сказать, как будут развиваться события. Очень много неизвестного. Сегодня ситуация сложная в том, что весь Запад ввязался в эту войну. Но Россия мощная, она воюет обычными вооружениями. У России достаточно другого оружия. И я понимаю, что вот они просят, украинцы, Зеленский, оружие дальнобойное. Набойное. Для чего? Для того, чтобы ударить по городам России. Курск, Ростов, Орел, Белгород, соседние города. Но я как-то публично сказал, ни в коем случае это делать нельзя. Потому что Россия уже применит нового уровня оружия и применит по Киеву. По тем, кто принимает эти решения. Поэтому они еще немножко побаиваются. Ну, а не от них зависит. Зависит все от того, насколько американцы будут их подталкивать к этой войне. Вчера заявил Байден, что будут перечислять каждый месяц Украине по полтора миллиарда долларов. Для чего? Для войны. Поэтому это только начало. Большая впереди у них работа. У сильных мира сего. Переделить мир. Американцы чувствуют, что проигрывают, а проигрывать не хотят, потому что это их богатство. Хочется быть сверху и управлять всем миром. Поэтому я вам вначале сказал, будет непросто. И нам надо вот этот монолит, единство. Нам надо сделать все, чтобы сохранить свой кусок земли. Наша экономика востребована на мировом рынке. Потому что мы людей кормим, одеваем, производим сапоги для автомобилей и так далее. Ну, все, что нужно для обычной жизни. Вы не переживайте. Мы не собираемся там воевать. И вот вчера мне задавали этот вопрос уже негласно. А как, что и прочее. Вы зайдете в Украину, в ваша армия. Я говорю, мы не собираемся никуда заходить. Пока вы не перешли красную линию. Как только вы перейдете нашу границу или будете нацеливаться на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, у них такая шальная мысль была. Мы мгновенно ответим. Поэтому вы нас не трогайте. Мы к вам не собираемся идти. Будете хватать наших водителей, вот как этих 75 человек. Значит, будем проводить операцию. Многослойную. Не получится этих людей забрать миром. Значит, проведем военную операцию. Но своих людей не бросим. А как вы думали? Это 75 человек, это тоже чьи-то дети. У них у всех есть дети, внуки. Поэтому мне пришлось рисковать. Слава Богу, что все живы, здоровы. Ну, мы люди военные. Мы для этого, чтобы рисковать. Но учить будем. Особенно мужиков. Будем учить. Время такое, чем больше мы будем уметь, чем сильнее у нас будет оружие, тем нам спокойнее будет. Они будут понимать, если они ударят по Мозыру, то мы ударим по Киеву. Не заходя в Украину. Они это должны понимать. Но для того, чтобы ударить, надо иметь, чем ударить. У нас это есть. Спасибо, Александр Григорьевич. Александр Григорьевич, в эти июньские дни вся Беларусь вспоминает скорбную дату Великой Отечественной войны. 22 июня особая дата в семье каждого беларуса. Мой прадед был участником Великой Отечественной войны. Он погиб и похоронен в Польше, где сейчас сносят памятники советскому солдату. Преступление фашизма стало нормой на фоне ползучей нацификации Европы. Над этим в Европе, в Польше, в Прибалтике, при поддержке США работают целые центры, группы людей, специально обученные люди. Скажите, пожалуйста, как нам всем вместе сохранить память о войне для нашего будущего поколения? И что для вас лично и членов вашей семьи означает эта памятная дата? Вот правильно вы сказали по поводу семьи и прочее. Дети есть? Да. Сколько лет? Пять лет. Пять лет. Вот с пяти лет ему надо понемножечку, потихоньку, не напрягая это говорить. Почему мы в 20-м году, мы просто упустили эту работу? Мы детям и взрослым и в школе не говорили так, как сейчас говорим, что это наша история, мы ей должны гордиться. 30 миллионов советских людей погибло и принесли нам победу. Что такое победа? Это наша гордость. Мы всем должны на Западе везде говорить, слушайте, мы же вас спасли. А мы жалели, а мы боялись. А мы боялись сказать полякам в советские времена, я это помню, я сам был идеологом, лектором, что вот в Польше наших погибло 600 тысяч советских людей, освобождая Польшу. Мы им должны были об этом говорить, мы должны были не стесняться немцам, громко говорить, что был не только холокост, геноцид всего советского народа. Мы боялись сказать, а сегодня уже больше 200 могил, которых раньше не знали. В Белоруссии там тысячи, тысячи людей расстреляны. Все как-то, знаете, аккуратненько, чтобы никого не обидеть. А надо говорить, надо учить наших детей, чтобы они ценили нашу землю. Это главное. Надо писать, надо показывать, так, как делают они. Тогда мы эту память сохраним. Надо памятники беречь. Слава Богу, мы их сохранили, и у нас ни один памятник не заброшен. Даже в России такого нет. Руководители России мне об этом говорят, что то, что в Белоруссии, такого нет нигде. И это должны делать дети, чтобы у них здесь осталось в голове, как у нас, что это наша ценность. И мы эту победу никому не отдадим. Вот таким образом надо воспитывать. Поэтому все должны понять, что это наше достояние отечественная война. Мы слишком много каждого третьего положили там, и мы предать это не можем. Но самое главное, знаешь, мы предадим, нас предадут. Такая жизнь. Если только мы предадим забвению то, что было с нами, наши внуки, наши дети с нами точно так поступят, точно так будет. Поэтому давайте будем беречь вот эту ценность, великую победу, и то, что мы не стали тогда рабами, и что у нас есть клочок земли. Да, многим не нравится, что мы такую свободолюбивую заняли позицию. Но мы же никого не напрягаем. Мы же по соседству никому в огород не лезем. Мы не требуем ни от кого дай кусок земли. Мы никого не собираемся завоевывать. Нам своего хватает. Ну и к нам не лезть. Вот такая жизненная позиция, я думаю, она возымеет определенные действия и будет нормальный результат. А сохранить память еще раз повторяю, все зависит от нас с вами и от наших детей. Спасибо большое. Не так давно, благодаря вашему решению, у нас в календаре появился замечательный праздник в духе национальных и семейных традиций. Это День Отца. Сколько у тебя детей? Семь. Семь? Вот это для тебя дело. Спасибо. Если у нас у каждого будет, ну хотя бы пятеро, не семеро детей, цветущей будет страна. Для нас это главная проблема, не ваши шины. Дети для нас главная проблема. Их численность. Нам надо для начала хотя бы трое, чтобы были в каждой семье. Тогда будет прирост. А у нас даже до двух не дотягивает. Поэтому у нас идет спад. Женщины перестали рожать. Какой-то должен быть другой праздник у нас, чтобы женщины начали рожать. Друзья мои, спасибо вам большое. Я знаю, и вы немного подустали. Спасибо вам за эту встречу. Спасибо. Будем жить. Спасибо.